Коронавирус продолжает бить собственные рекорды. По данным оперативного штаба в России за сутки выявлено более 53 тысяч новых случаев заражения. Выздоровело более 57 тысяч человек, а умерли 104. Статистика не радует горожан, однако это еще полбеды, ведь к злосчастному ковиду активно присоединяется и грипп. По словам эксперта, вакцинироваться необходимо, вопрос лишь подачи препарата, инъекционно или интерназально. В университетской клинике Казанского федерального университета уже около месяца практикуется введение назальной вакцины. Назальная вакцина, в отличие от внутримышечной, защищает не только наши внутренние органы, легкие, например, но и вырабатывает так называемый мукозальный иммунитет. То есть оптимальная схема вакцинации, это когда сначала человек вакцинировался спутником ВИИ, получил оба компонента, первый и второй компонент, а ревакцинировался назальной вакциной, потому что тогда у него не только происходит укрепление общего иммунитета, то есть иммунной системы, которая борется, например, с вирусом в легких, но и защищает слизистые от проникновения вирусов в организм человека. Осень – время роста респираторных вирусных инфекций. Ежегодно от гриппа прививаются около 40% россиян, так как считают вакцинацию наиболее эффективным средством защиты. В этот период необходимо особенно важно отнестись к здоровью себя и своих близких. К словам главного научного сотрудника Института фундаментальной медицины и биологии Альберта Резванова, самым эффективным способом защиты будет ревакцинация назальной вакциной. К слову, Минздравом России одобрена одновременная вакцинация от COVID-19 и гриппа, не делая между прививками месячной паузы. Действительно, можно вакцинироваться одновременно и от гриппа, и от ковида, но именно если это делается в один день. Если это делается последовательно, то там нужно выждать месяц после предыдущей вакцинации. Поэтому сейчас, если вы решили ревакцинироваться, то оптимально еще и вакцинироваться от гриппа, потому что у нас на носу сезон респираторных вирусных инфекций, в том числе и гриппа. И поэтому, чтобы дважды не ходить, и во-вторых, чтобы максимально себя защитить, я бы лично сейчас рекомендовал вакцинироваться и от гриппа, и от ковида. Напомним, что с 19 по 23 сентября в Казанском федеральном университете работал выездной прививочный кабинет. Специалисты университетской клиники КФУ проводили иммунизацию сотрудников от коронавирусной инфекции и сезонного гриппа. В униклинике же иммунизация осуществляется с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00, выходные дни с 8.00 до 16.00 по адресу Вишневского 2А. Екатерина Аскарова, Универньюз.